Привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. В этом видео мы будем смотреть на слова строить, построить, надстроить, настроить, достроить и другие слова, то есть мы посмотрим на слово строить с разными префиксами, приставками, разберём их значения и я приведу примеры, в каких ситуациях, когда мы говорим, какой префикс, приставку со словом строить. Ну что, начинаем? И у нас первое слово строить, построить. Важное уточнение, я сразу буду называть слова в паре, несовершенный и совершенный вид, imperfective and perfective. Для русского языка это очень важно. Первые слова это строить, построить, что значит соорудить, создать, изготовить. Например, строить, построить дом, строить, построить фабрику, строить, построить механизм. Когда вы что-то изготавливаете, делаете согласно плану, обычно это какой-то инженерный план, и вы из ничего делаете дом, из ничего делаете фабрику и так далее. Могут быть дополнительные значения, например, строить глазки, это флиртовать, строить воздушные замки, что значит мечтать, строить козни, что значит создавать проблемы, такие вот конфликтные ситуации против другого человека, строить из себя кого-либо, что значит стараться создать о себе впечатление, как будто вы такой человек, каким не являетесь. Конечно, вы показываете себя с положительной стороны. Можно ещё строить гримасы, строить рожи, иногда мы говорим корчить рожи, когда вы мимикой показываете либо другого человека, либо какую-то эмоцию, и немного это ненатурально для вашей обычной мимики, что похоже на слово гримасничать. Строить гримасы, да, гримасничать. Дальше, встраивать, встроить, это добавить внутрь того, что уже существует. Например, встроить шкаф в стену. Стена уже есть, и внутри в стене будет находиться шкаф. Выстраивать, выстроить, что значит окончить строительство. Выстроить дом, закончить, строить дом. Ещё часто говорим выстроить в шахматном порядке, что значит поставить в такой ряд, какой вам необходим. Ну, например, как я сказала, в шахматном порядке. Кто-то впереди, кто-то сзади, и вот они стоят в шахматном порядке. Или просто выстроить шахматы, чтобы шахматы находились в ряду, в том необходимом ряду для начала игры в шахматы. Выстраиваться, выстроиться, это у нас уже возвратный глагол. И в значении возникнуть, например, о здании, на окраине выстроились новые дома. Конечно, их кто-то выстроил, да, но вот выстроились новые дома, та самая пассивная конструкция. Кстати, видео о пассиве уже есть на канале, смотрите. И ещё одна пассивная конструкция. Выстраиваться, выстроиться в ряд, в очередь. Около магазина выстроилась длинная очередь. То есть люди встали в очередь друг за другом. Самостоятельно встали в очередь, встали в ряд. Следующее. Достраивать, достроить, окончить, довести до конца. Может быть, в ситуации, когда вы начали строить когда-то давно, потом бросили, и теперь вы достраиваете. И достроили это здание. Мы строили, строили и, наконец, достроили дом. Застраивать, застроить. Что значит занять какой-нибудь участок земли постройками, зданиями. Строительством. Свободный участок земли застроили дачами. То есть на этом участке построили в большом количестве дачи. Надстраивать, надстроить. Что значит построить сверху. Над. Например, летом мы надстроили второй этаж над верандой. Да, у нас была только веранда, одноэтажная. И над верандой мы построили еще один этаж. Надстраивать, надстроить. Дальше. Настраивать, настроить. У этих слов много значений. Настраивать, настроить музыкальный инструмент. Чтобы музыкальный инструмент звучал ладно, красиво, так как надо. Звучание было идеальным. Настраивать, настроить в большом количестве зданий. Это у нас разговорный вариант, и мы можем говорить. В этом районе настроили дофига домов. Что значит очень много домов, и мы показываем некое такое небольшое негативное отношение. Настраивать, настроить на определенный лад. Кстати, от этого у нас появилось слово настроение. Какое у вас настроение? Или в каком вы настроении сегодня? То есть в какое настроение, в какое чувство вы привели себя сегодня? И настраивать, настроить жену против мужа. То есть внушить определенные эмоции и чувства жене, чтобы она думала что-то плохое, чтобы она действовала против своего мужа. Ну, внушить определенные чувства, эмоции, мысли. Настраиваться, настроиться – это возвратный глагол и пассивное значение от настраивать-настроить. Мы можем сказать «я настроился ехать в путешествие». То есть я подготовил себя, сделал себе то самое настроение, чтобы поехать в путешествие. Перестраивать, перестроить. Первичное значение с префикса «пере» – сделать по-другому. Переделать. Помните, я вам говорила, что над верандой мы надстроили второй этаж? Или я могу сказать, что мы перестроили нашу дачу. Из одноэтажной дачи у нас стала двухэтажная дача. Переделали полностью конструкцию дачи, конструкцию дома. Перестраивать, перестроить какую-либо систему. Переделать, чтобы она работала по-другому, функционировала иначе. Следующее тоже про строительство. Пристраивать, пристроить. Построить рядом небольшое здание, небольшое помещение. То есть именно рядом, и оно будет очень-очень близко, прям вот как одно целое, но новое помещение. Давайте, та же самая дача. К веранде мы пристроили гараж. То есть у нас появилось рядом с верандой ещё одно строительство, оно прямо рядом, соприкасаются. И из веранды в гараж вполне мы можем даже зайти. Что значит поместить кого-либо, что-либо, куда-либо. Например, пристроить статью в газету. То есть вы искали, в какой газете будет напечатана ваша статья, и вот нашли, в какой газете она будет напечатана. Пристраивать, пристроить статью в газету. Или, мне кажется, мои родители давно хотели пристроить меня. Что будет значит поместить меня к мужу. То есть найти мне мужа, чтобы я уже была с семьёй устроена, чтобы моя личная жизнь была устроена. И здесь сразу у нас новая пара устраивать, устроить. Тоже очень многозначные слова. Первое, это привести свои дела в порядок, в надлежащий порядок. Устраивать, устроить свои дела. Или он замечательно устроил свою комнату. Всё у него как надо, как ему надо, как ему характерно, как ему приятно, комфортно. Устраивать, устроить, что значит организовать? Устраивать, устроить концерт, мероприятие, встречу. Организовать. Поместить куда-либо. Больного устроили в санаторий. Нашли место в санаторий, и теперь больной будет там. Ну и в безличных предложениях меня всё устраивает, что значит, мне всё нравится. Для меня всё хорошо. Устраиваться, устроиться. Расположиться, наладить жизнь. Мы переехали и уже даже устроились. То есть наладили свою жизнь, нашли где жить, квартиру, дом, и нам там комфортно. Всё устроилось так, как мы хотели. Что значит, всё пришло в тот порядок, в тот лад, как нам нужно. И он устроился на работу. Что значит, он нашёл работу и теперь работает. И давайте последние пары. Расстраивать, расстроить и расстраиваться, расстроиться. Расстраиваться, расстроиться, когда вам некомфортно, ваше настроение не очень хорошее по какой-либо причине. Или расстраивать, расстроить, вы кому-то делаете неприятное, и он начинает грустить. У него портится настроение. Мой друг меня сегодня расстроил. Он сказал мне обидные слова. Или из-за его обидных слов я расстроилась. Как вы видите, здесь значение причинить вред, неприятность, привести в ненормальное, болезненное, грустное состояние. У нас могут, кстати, расстроиться планы. Кто-то нам помешал осуществить наши планы. У нас может расстроиться музыкальный инструмент. То есть он уже не функционирует, не звучит как надо, чтобы было красиво, идеальное звучание. И нам его нужно настроить. Это видео было о слове строить с разными префиксами. Пишите ваши примеры в комментариях. Если вдруг какие-то пары я забыла указать в этом видео, то пишите их в комментариях, мы их тоже разберём. А сегодня всё. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok